Добрый день. Управление Роспотребнадзора, ведущий специалист. Вы вчера были у нас. К общему контролю крупные торговые сети готовы. Усилили меры безопасности еще весной. Правда, сейчас, когда местные магазины закрыты, внимание к ним особое. Наличие рециркуляторов, разметки, защитных щитов и, конечно, масок и антисептиков проверяют особо тщательно. Также необходимо иметь и документы об их безопасности. На каждой торговой точке должен быть пятидневный запас средств индивидуальной защиты для всего персонала. В большом количестве есть маски, есть перчатки, которые используются в течение дня. Они рвутся и по этому большому количеству. Посетители же магазинов полагаются не то на добросовестность компании, не то на авось. Посмотреть на товары не первой необходимости улан-уденцы приходят часто только ради интереса. Просто зашли посмотреть, слышали, что федеральные крупные торговые компании работают. В принципе, скопление народу не такое большое. Дистанция все держится. А почему вы сами не остались дома? Ну, надоело уже дома сидеть. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему вы в такой период все-таки решили в магазин прийти? Перецениться. А вот это никак не может отойти на две недельки, чуть попозже, на месяц? Ну, какая разница, через две недели сейчас. Не боитесь вирусов? Нет. А бояться бы стоило. Тем более, что нарушения санитарных норм выявляют в половине случаев проверок. Сотрудники Роспотребнадзора обошли уже три десятка торговых точек. В 13 из данных объектов в настоящий момент уже установлено нарушение требований санитарных оперативных нормативов в части выполнения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. По всем выявленным фактам, управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия будут приняты меры административного воздействия. Нарушители рискуют получить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, а также постановление о приостановке деятельности на 90 суток. Мария Кравцова, Андрей Дармаев, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok